Всем привет, это Шамшурин. Всем терпения, всем мира, всем добра и в общем вопрос, который прозвучал от одного из наших подписчиков. Я его здесь зачитаю и сразу буду комментировать. Если ты хочешь увидеть его целиком, ты можешь посмотреть его здесь внизу в комментариях. Два года ухаживал за девушкой, с которой вместе работаем. При попытке обнять и поцеловать девушку, она мне говорила, что не любит обниматься и целоваться. Единственное, что она позволяла, это обнимать и целовать в щеку при встрече на прощании. Естественно, что любая женщина будет ухаживать, предполагать то, что он с ней виделся, он приглашал ее на свидание, она скорее всего как-то на них приходила, отвечала взаимностью и так далее. Она, конечно же, будет говорить, что она не любит целоваться, обниматься и так далее. Это естественно, она не должна говорить, скорее всего, что-то другое. Это надо понимать, потому что женщины, они не хотят показаться легко доступными. Это всего лишь тысячный раз подтверждение той самой прописной истины. Последние полгода была не против, когда я ее гладил по ноге выше колена. Когда мы ехали в машине или когда она подходила ко мне на работе. Я ей делал массаж головы и ей это нравилось. То есть, она давала понять, что да, она согласна, готова к сближению, готова к другому, скажем так, виду отношений, к развитию этих отношений. Она приходила ко мне домой посмотреть фильм или поболтать за чашечкой кофе. То есть, женщина приходила к тебе домой. Все. То есть, что еще тебе нужно здесь понимать? Она приходила для того, чтобы с тобой сблизиться. Потому что во всех остальных случаях она бы, например, общалась с тобой где-то в кафе или на улице. Однажды я завел ее в спальню и начал приставать с объятиями и поцелуями. Но она меня оттолкнула и сказала, что обидится на меня. Во-первых, вот это, что она обидится на тебя, это манипуляции. Абсолютные, чистой воды манипуляции. Причем такие вынужденные, даже несознательные. Она это говорит для того, чтобы посмотреть, как ты будешь реагировать. Если ты как-то это обойдешь, обыграешь, окей, я твоя. Если ты на это ведешься, ну, значит, как бы я к тебе интерес как к мужчине теряю. То есть, когда ты говоришь, я начал к ней приставать. Во-первых, это твое отношение к процессу. То есть, когда вы так говорите, это значит, что ты сам внутри своей головы так считаешь. Потому что девушки тебе обязательно об этом скажут. Они скажут, да, там не приставай, что такое. То есть, именно формулировка приставать. То есть, ты пытался сблизиться. Ты мужчина, который ему нравится, женщина, который хочет себе секса. И потом, когда вы уже будете жить вместе, скорее всего. Даже чаще. Она будет к тебе приставать, как часто бывает. А здесь, когда ты так формулируешь, это значит, что ты сам внутри этого, внутри своей головы относишься к этому процессу так, как будто ты делаешь что-то плохое, негативное. Это неправильно. Так. Скорее всего, ты начал делать это очень резко. Еще плюс ко всему. Однажды я завел в спальню, та-та-та, она сказала, что обидит меня. Я делал все ошибки из перечисленных в уроке. В итоге, когда я ей сказал, что мне нужно от нее больше, чем прогулки, посещение, кино и кафе, то она сказала, что не давала мне повод для этого. То есть, как это выглядит со стороны, как это выглядит в глазах женщины. Почему я зачитываю эту историю? Потому что она максимально распространенная. Даже если подробности другие, по факту это все об одном и том же. О неумении сблизиться, о неумении понимать элементарных вещей в поведении женщины, о непонимании, что у них есть страхи и о перекладывании ответственности за сбежение на девушку. То есть, вместо того, чтобы сблизиться с ней физически, то есть, прийти через массаж, как-то, как угодно, оставить у себя ночевать, положить с собой рядом, ты ей на словах говоришь, что мне нужно от тебя больше, чем прогулки, больше, чем посещение кинотеатров и так далее. Она сказала, не давала повод. Что, когда вы говорите женщинам такие вещи, что вы туда вкладываете? Что вы оттуда ждете? То есть, вы ждете чего? Что она такая скажет, а, я понимаю, поехали к тебе, займемся сексом. Так ты хочешь, чтобы это было? Такого не будет. Поэтому, когда ты ей это говоришь, ты хочешь услышать в ответ, что, типа, какой-то из серии, да, окей, я тебя понимаю, давай. Мир и женщины, и биология, и природа, и все, что угодно, устроено так, что этого не будет. Я разозлился, несколько дней не общался с ней, я разозлился, как маленький мальчик. Но потом успокоился и стал себя вести так же, как и раньше. Возить на работу с работы, ну да, то есть, как бы. И кто-то скажет, вот, она там и пользуется, ты олень и так далее. Нет, ты сам выбираешь это делать. И возможно, что женщина даже тобой не пользуется, она хочет, чтобы ты стал для нее мужчиной, ее мужчиной. И поэтому она ездит с тобой на работу на твоей машине и так далее. Потому что она, таким образом, она делает свои встречные шаги. То есть, я уже много раз говорил, что ты делаешь шаги на встречу, она делает шаги на встречу. Но женские шаги от мужских шагов принципиально отличаются. Я продолжил общаться с ней, как раньше. Возить на работу, приглашать в кафе, в кино, ходить с ней по магазинам. Оказывать всяческую помощь в решении ее проблем. То есть, ты как бы, с одной стороны, ведешь себя, как нормальный мужчина, которому нравится женщина. С другой стороны, ты не делаешь там ключевого. Ты не пытаешься сблизиться, ты перекладываешь ответственность за сближение на нее. Ты ждешь, когда она сама тебе подаст какой-то зеленый сигнал светофора. Эта история стара, как мир. На 23 февраля она подарила мне подарок, и я попытался ее поцеловать в губы. Но она увернулась, и я проявил настойчивость. Попытался опять поцеловать, чуть ли не силой. Но она меня оттолкнула со словами, что не давала мне повода себя так вести. И обидится на меня, если я не прекращу. То есть, опять же, это ее какая-то игра. То есть, это делается не так. Я не исключаю, что есть разные женщины, что наверняка здесь какая-то с заморочками в том числе. Но это не делается так, что ты там просто резко начинаешь засасывать ее в губы. То есть, так не делается. Делается все плавно, постепенно, чтобы девушка к тебе была расположена. Я ей сказал, что френдзона меня не устраивает. И ушел, поблагодарив за подарок. С одной стороны, ты прав. И с одной стороны, я даже тебя понимаю. Потому что ты, как-никак, ты делаешь попытки. То есть, ты самостоятельно пытаешься здесь близиться. То есть, то, что твои попытки неправильные, это только потому, что ты до этого не понимал, не умел, как это делать. Для этого есть моя система. Либо для этого есть тренинг-практика. Собственно, прежде чем я продолжу, на который я тебя приглашаю. То есть, с 30 апреля по 3 мая. Все выходные и праздничные вот эти дни. У нас будет практика в Москве. Подробности о ней ты узнаешь здесь внизу. Это очень крутое мероприятие. Там, где ты сможешь один раз и навсегда, вместо того, чтобы ехать на шашлыки, решить все свои проблемы с женщинами разом. И особенно я жду взрослых состоявшихся мужчин. Ну и не только, конечно. Значит, смотри. Да, то есть, ты правильно сказал. Потому что ты говоришь, я не хочу быть для тебя другом. Все правильно. И попытался поцеловать. Но если бы ты это делал более грамотно, более мягко, плавно, обрабатывая какие-то ее возражения, ты бы пришел к результату. И уже давно бы у тебя с этой девушкой что-то было. Вот уже два дня мы с ней не общаемся. Я понял, что с ней у меня нет перспектив. И надо знакомиться с другими девушками. Хотя чувства к ней не остыли. Но о чувствах, я скажу так. Ты, наверное, поторопился. Вряд ли у тебя здесь есть повод считать, что у тебя к этой женщине есть чувства. Потому что там, ну, вы не спали вместе, то есть, и мало времени прошло, и вы не ночевали вот так вот, чтобы прям вместе. То есть, как бы для чувств нужно больше времени. Может быть, какая-то симпатия, да. Я понял, что с ней перспектив нет. Ну, возможно, что ты и прав. Но я бы, конечно, еще попробовал сделать какую-то последнюю попытку, последний рывок. Только, ну, рывок это как раз очень, скажем так, в кавычках. То есть, это должен быть плавный, плавная попытка сблизиться. И о чем эта история? Ты можешь ее внизу посмотреть, здесь в комментариях. То есть, она очень показательная, потому что, опять же, как я уже сказал, что она очень похожа на тысячи других историй, которые ты, которые происходили с тобой, с твоими друзьями, с кем угодно. Поэтому вот такие вот комментарии. Я постарался тебе объяснить, что здесь делать ты делал неправильно, что не нужно было делать. Я надеюсь, что это тебе пригодится, что это будет для тебя полезно. А я приглашаю тебя на майскую праздничную практику. Как говорится, жить надо как-то все равно продолжать. Она состоится с 30 апреля по 3 мая. Здесь внизу ссылка для того, чтобы забронировать себе место. Пиши в комментариях, что ты думаешь про эту историю. Было ли с тобой такое? И, соответственно, пиши какие-то следующие вопросы. Я постараюсь в одном из следующих видео на них ответить. Пока.